добрый день дорогие друзья сегодня мы находимся на же как ватра ехали на кровеллу португалии и заехали специально для того чтобы получить информацию так как у нас уже очень много заказов на ремонт именно с жк quattro и наших подписчиков и потенциально будущих заказчиков очень много интересует вопросов когда сдача ну еще когда заходить на ремонт как дела обстоят с комиссиями очень много вопросов и сейчас я постараюсь на них ответить мы сейчас зашли в управляющую компанию и очень любезно нам предоставили целую тоже гору информации которая сейчас с вами поделюсь вот ну поменяем сейчас место дислокации с более красивым видом и продолжим можно пресс качать говорит это это кубики вот пресс так ну вот друзья мы сейчас отъехали от офиса управляющей компании посмотрите вообще великолепнейший жк мне кажется это сейчас один из лучших вот я считаю что quattro и каравелла португалии это два самых лучших на вдогомысе вот новостройки так что касается что касается давайте наверное сначала купли-продажи сейчас девочки нам сказали что в принципе осталось еще где-то от трех до пяти процентов квартир то есть цена у них начинается от 118 тысяч заканчивая где-то 140 ну вот для того чтобы было понимание ценовой политики то сейчас на каравели португалии примерно на фундаменте третья очередь уже от 120 то есть а это уже практически без пяти минут сданный дом так по поводу сдачи дома сейчас опять же информация такая плавающая но тем не менее приблизительно в октябре тире ноябре ожидается сдача в принципе она насколько я понял досрочная даже ожидается потому что по документам примерно конец года вот по поводу мне очень часто говорят что компания управляющая или представитель застройщика делают ремонт и там уже я только что спросил в принципе информация не подтверждена нам сказали что до сдачи дома никто ничего делать не будет то есть все просто тупо ждут последние комиссии уже сказали вот-вот со дня на день будут вот эти все комиссии их ждут и будет сдача после сдачи соответственно мы выступаем сразу на ремонт вот в принципе это малая информация доля которую мне дали вот ну опять же так нечестно я сказал много информации вот эту малую вырежешь потом вот вот в принципе тот объем информации который нам выдали девочки что еще ну хотелось бы конечно зайти посмотреть коммуникации посмотреть непосредственно все вот нюансы технически как грамотно сделано посмотреть где висит котлы посмотреть а вот вот наши первые это первые жители экватора конечно круто ну давай подтягивайся давай давай молодец ну чё три это тоже это а есть такая игра насос называется не знаешь это двоем или троем играется вот смотри ты делаешь один раз подтягивание он два ты три он четыре ты пять он 6 и вот так вот играется в насоса ну не знаю мы в насоса играли вот поэтому молодцы лучше лучше все таки на спортплощадке заниматься чем где-то ребята это это я вам говорю сам как тренер да кто не знает я инструктор по рукопашному вот и сейчас тоже открываем клуб вот называется росич в принципе ничего за 20 лет не поменялось так что будем потихонечку заниматься может быть когда-нибудь я вам все время обещаю обещаю вот но когда-нибудь я все-таки покажу видео как мы занимаемся как тренируемся вот а ты мне еще тогда на рыбалке с николаем не написал как шампуры гнуться как как мы с ножом работаем я понял это чтобы не шокировать зрителей вот ладно это все вот в общем догомыс ребята очень клевое место во первых она ровно сравнительно ровная по всему сочи это можно сравнить с эмеретинкой но поменьше вот во всем сочи сейчас мы только что ехали льет дождь в догомысе вот чуть-чуть намок асфальт он уже высох это капец мы его только заехали в догомыс и это так так что касается ремонтов и дизайн-проектов сейчас мы подписали я просто напоминаю сейчас мы подписали с фирмой mosseba и это дизайнерская фирма которая будет делать для нас дизайн-проекты и соответственно для вас по хорошей цене с очень очень хорошей сферой услуг то есть стоит она будет две тысячи рублей квадратный метр в принципе как все в сочи это делают но у них входит от нас вы можете получить небольшую скидочку это первое второе вы получите обязательно авторский надзор забыл как называется авторский надзор который в принципе чаще всего оплачивают отдельно вот у ребят конечно он все-таки входит и в дальнейшие видео мы когда будем делать дизайн дизайнерские ремонты вы соответственно все увидите как этот авторский надзор проходит и как ребята выполняют свою часть работы а мы свою часть работы я думаю будет интересно так что смотрите нас комментируйте лайкайте подписывайтесь в общем делайте что-нибудь пока пока